всем привет это громкие рыбы очередная серия прожарки она отличается от всех других тем что к нам придет настоящий татарский исполнитель в качестве гостя кто это мы пока не скажем вам интрига это станет загадкой для тех кто не видел название у нас уже были клипы криминальные были клипы романтичные а сейчас будут клипы которые начинают с того что парень смотрит на постер концерта певицы и влюбляется в нее и едет за ней в город это тоже отдельная гигантской категории клипов их много так не должно быть но это очень популярный сюжет почему-то как вы понимаете залежи пригодных для прожарки татарских клипов становится все меньше мы сейчас ищем уже такие как бы сланцевые месторождения татарских клипов и так клип рафаэля якупова кино 10 он че из того что молодчак работает в деревне потом он садится за обеденный стол и его родственники спрашивают как вообще у тебя дела если девчонка на что он вздыхает что понравилась ему одна городская особа молодчак видит алину ахметову чей постер по случайному в течение обстоятельств так оказался у него на двери старая не хватило все-таки бюджета на реквизитора на этом ролике поэтому то есть и за он просто чешет плакат молодой парень стоял так сказать на стрёме но охранял он видимо только одного из этих двух людей видимо брат за брата голый за голову на верфель переходит в осознанные сновидения в которых он пытается освободить юную фритистку и вот мы видим как алина открыл дверь абсолютно незнакомому человеку даже приняла цветы но именно запах у цветов видимо вызвал некоторые недоверие только из-за этого она пригнала совершенно незнакомого человека который почему-то ломит себе дверь но в то же время что и бояться ведь она же супер женщина рафаэль продолжает свое движение по подарочным стереотипам и пытается подарить шампусик и конфеты но даже куркунов не может спасти эту ситуацию он же идет не к врачу далее рафаэль дарит котенка и о чудо это именно то чего не хватало алине и у них вроде бы начинаются отношения но отец рафаэля будет его ведром с водой уян даниабо уржишерское высказание видимо было какое-то здесь и что он говорит сын очнись это мир это напоминает мне twin pics третий сезон чуть-чуть я всегда буду искать отсылки к пиксу пока кто-то один не посмеется над этой отсылкой кирилл давай вкратце вердикт операторское мастерство 222 канона из пяти три никона из пяти следующий исполнитель он должен был попасть во все предыдущие наши выборки потому что ее каждый клип это просто что-то с чем-то мы посмотрели большинство его клипов и мы на самом деле не хотели его а прожаривать поскольку ну знаете такие домашние съемки к ним как бы не придерешься но когда мы узнали что так снимает уже на протяжении 10 лет и один клип набрал 750 тысяч просмотров мы подумали черт возьми пора прожарить тахир асал гарай видят афишу с концертом в городе какой-то певицы причем концерт в городе не певица не голод не указан конкретно он берет этот постер и несет его в своим друзьям таких асал гарай видимо предлагает вместе отправиться в этот город дальше они стоят в машину и казалось бы сейчас начнется клип полный приключений каких-то неурядиц во время пути в город не дальше и просто будут минуту танцевать возле машины а скажем так вообще весь клип они дальше будут танцевать возле машины будут ли танцы сбоку машины нет только танцы спереди машины будет ли танцы сзади машины не только танцы спереди машин будут ли танцы где человек стоит на капоте другой как бы стоит оперевшись о шлину другой сидит внутри салона нет только танцы спереди машин нет а вдруг это просто исполнитель хочет чтобы этот танец он стал как этот как скибиди па 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 я не знаю как скибиди как скибиди скибиди в моем детстве это было скуби скубиду это было совершенно другое значение ну ладно будем честны есть один кадр а салгарай идет на камеру и закрывает собой объектив и становится все темным темно и казалось бы что нас ждет после этой темноты куда она дальше приведет повествование мы оказываемся возле машины обычно эти вещи используют того чтобы перенестись куда угодно но и только не в том же месте где раз только что снимали помните эти ролики где вот так вот на камеру делают и переносит в разные миры давайте посмотрим как этот ролик просмотрелся бы у тахи рассел гарея клип называется яшель кузля что переводится как зеленые глаза и смотря на них я представляю что наверняка у них был такой диалог между собой и от выполнен да наш клип называется зеленые глаза да нам не зеленая рубашка зеленые очки и это волга хоть черная но на ней зеленые фары и я был очень тяжело достать кухера никто из вас не привез ничего зеленого обе шепот олимпийску на но этого очень мало собственный может хухухуху как выдавая был обнаружен ренегат на 4 минуте клипа произошло вот это так сказать человек который сделал чуть получше танцы чуть улучшить картинку хотел. Не надо так танцевать, понятно? Не надо. Вот только так и только так. Понятно? Никакой самодеятельности. Мне кажется, эти танцы может спасти только одно. Вернемся к цели нашего поиска. У ребят была информация о том, что концерт будет в городе. К слову, это все, что они знали о концерте. К сожалению, даже не знали, какой именно город. Они попытались проникнуть в пару зданий города, но у них не получилось. Однако все-таки татарские клипы должны завершаться неожиданной случайностью, и эта исполнительница проходит мимо них. В конце она оборачивается и смотрит на них. И нам остается только гадать, чем закончилась эта история. Но мы знаем, что у этого исполнителя есть свой отдельный клипмейкер, он делает большинство его клипов. Просто небольшой совет посмотрите пару туториалов на ютубе, как снимать с рук или со штатива. Это, поверьте, улучшит картинку процентов на... 60! Потому что я флегматик, он сангвиник, поэтому такая разница. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы эти клипы остались именно такими. Что-то искренне, настоящее, как будто бы творчество ребенка, которое еще совершенно не знает ни о чем, что должно быть в этом мире, совершенно не понимает его законов, но он старается. И этим оно прекрасно. Только вопрос, а так ли должно быть у взрослых людей и у серьезных исполнителей? Почему важно говорить о качестве татарских клипов? Потому что очень много туристов приезжает в Казань. И что они видят? Они идут по красивой улице, Бауманы, им все нравится, они заходят в ресторан национальной кухни, им она тоже нравится. Они поворачиваются налево на плазменный экран и видят татарские клипы. И что там будет идти, непонятно. И поэтому, чтобы не упасть в грязь, чтобы не сесть на лицо, чтобы не упасть в грязь лицом, давайте повышать качество татарских клипов. Это ладно, если обычный турист приедет. А вот ты представь, скоро к нам приедет трехмиллионный турист. Кстати, Казань организует розыгрыш. Розыгрыш от Казани! Выложи в инсту видео с приветствием для трехмиллионного туриста из любимого места Казани. Подпишись на аккаунт gokazan.ru, а также поставь вот этот вот хэштег, и ты сможешь выиграть призы на 10 тысяч рублей. Надо срочно участвовать! Вот сейчас наша новая рубрика «Прожарка со звездой». А вот и он! Встречайте, Решат Тухватуллин! Ооо! Итак, Решат, скажи нам, пожалуйста, ты человек сам из татарской эстрады. Скажи, почему? Почему так происходит? Может быть, здесь какой-то масонский заговор? Вы как-то договорились, чтобы клипы были такими? Да нет, мне кажется, тут никакой договоренности нету. Просто в плане техники у нас, конечно, есть слабизна. И вот если замечаете, то в последнее время все наши клипы становятся более качественными. Мы все плохие да плохие клипы говорим. Может быть, здесь хорошие. Вот у кого хорошие клипы? На самом деле я слушаю всегда песню, нежели смотрю на клипы. Но и обращаю внимание на клипы тоже. Мы обращались и московским лейблам, кто снимает хорошие клипы, например, таким певцам, как Егор Крид, Блэк Стар, там обращались. Суммы там, конечно, пугающие, скажем, от 5 миллионов клип стоит. У нас это стоит, скажем, 5 тысяч, но, грубо говоря, примерно такая разница. Но они тебе снимут такой клип, который наши публики никак не воспринимают. Она не станет от этого лучше. Вот ты знаешь, сейчас такая эпоха, как вот Юрия Дудя. Сейчас так все спрашивают открыто. Сколько стоит татарский клип? Первый клип нам обошелся 60 тысяч рублей. И как он? Клип Махабетэм – это 500 тысяч просмотров. Второй клип нам обошелся чуть-чуть подороже, там, скажем, 150 тысяч. А третий клип, вот последний, это уже где-то 250 тысяч. Я был недавно отдыхал этим летом в Кизиной Ам, это Чечня. Была такая красота, такой пейзаж. У нас были 3-4 камеры, которые, ну, очень профессиональные. Но мы все равно не смогли передать, вот как бы ни старались, и с утра, и с горы снимали. И могли передать вот эту красоту на камеру. Это вы так сказали, чтобы на всякий случай не изменяться перед чеченцами? Шучу, шучу. Это шутка. Из тех стаканов, которые пьют, обычно пьют алкогольные напитки. Если это алкогольный напиток, то это больше похоже на какую-нибудь апельсиновую отвертку. Не очень дамский напиток. Меня что интересует, вот непонятно, это на квартиру не похоже, на кафе, ресторан тоже не особо похоже. Ну, по плитке мозаичной похоже на сауну, если честно. А че, естественно, парни предлагали, что у девчонки отказались, учитывая, что это похоже на сауну. Обратите внимание на этот синий кусок с правой части экрана. Такое чувство, что оператор снимает из-за биотуалета на улице. Ох уж эти божественные реакции. Тут, мне кажется, вообще все с первого дубля было снято. Да, вот сейчас, да, после уже 40 дублей. Но в следующем кадре парни все-таки дождались девушек и сыграли на баяне. А это что означает? Ну, все, так сказать, сердце девчонок на веки их. Это разновидности аккордеонов, или это? Они вместе не сыграются. О, ну это мы, конечно, не знаем, если бы. И вот здесь видно, у кого украл идею ТНТ с шоу «Холостяк». Может быть такое, что они подобрали аккордеоны под девушек индивидуально. То есть девушкой обиделись бы, если бы три парня с одинаковыми аккордеонами пришли с баянами. Тут, видишь, кто-то хромку подобрал, кто-то под темперамент девушки. Хронка, он какой вообще аккордеон такой? Нет, Тимур, ты сейчас, ты что-то иду. Сам допускай грубые ошибки. Значит, есть хромка. Есть гармошка, гармонь. И есть баян, аккордеон. Перешли в передачу «Диалоги». Диалоги баянах, хронка хай аккордеона. И далее по сюжету видим, что парни наконец-таки разбирают своих девушек, так сказать, и везут их. Кто на чем? Кто-то на мотоцикле, кто-то на приоре, возможно, скорее всего. Это Калина. А, значит, я... Все ты не в гардионах, не в машинах вообще не разбираешься. Ну и наконец... Ну и третий, видимо, тоже по нарастанию, видимо, кто-то на джипе тоже приехать. Но нет, он скромняга с букером цветов пошел покорять сердце своей Даны. Кстати, у нас дико заедают песни обычно. У нас пол офиса ходят и поет разные татарские песни. Толпа на-толпа 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 на-толпа. Да, Римма Никитина у нас в топе, на самом деле. Но мы настолько въедливая мелодия, что, ну, музыку мы не обсуждаем, нам она очень нравится. С нами Решат Тухватуллин, ура! Нам повезло, что звезда именно такой величины у нас в качестве первого гостя, поэтому надеемся, надеюсь, еще больше, но, скорее всего, Салават к нам не придет. Зачем сразу так? Что ты хотел бы сказать зрителям? Когда ближайший концерт? Да, мы все-таки как вечерний Мургантин можем, так сказать, прорекламировать. Про ваш проект хочу сказать и правильно, с одной стороны, что они должны развиваться. Если мы это никогда не будем молчать, то у нас всегда так и будет. Я хочу, чтобы наша культура, она развивалась, потому что мы народ очень талантливый, очень старательный народ. Ну и спасибо вам огромное за приглашение, мне очень было приятно, с удовольствием приехал, что-то не так, извините. Все так, все так. Или ты-то чеченцем, я считаю. Шучу. Решат Тахватуллин, ура!